Здравствуйте! Сегодня я предлагаю поговорить не о книге, как это обычно бывало, а о фильме. Фильм, о ком пойдет речь, называется «Остановившаяся жизнь» 2013 года выпуска режиссер Умберто Пазолини. Визуально этот фильм до нельзя прост и до нельзя красив. По содержанию плотно набитый смыслами. А что касается впечатлений, слезы радости, слезы саморефлексии, ну и, конечно, слезы надежды на что-то. Главный герой этого фильма Джон Мэй, сотрудник некоторой муниципальной службы, в обязанности которого входит поиск ближайших родственников, умерших людей. Часто он не находит никого и вынужден быть единственным, кто присутствует на похоронах. Этих всех забытых всеми людей. Он помнит и любит всех умерших. Он всей душой предан своему делу. Он всем сердцем любит его. Однако в какой-то момент его начальник сообщает, что штат в целом нужно сократить, а его уволить. И мистеру Мэйу остается только закончить свое последнее дело. Умер некий Билли Сток и вот его-то родственников, и нужно отыскать главному герою. Так, внимание, если вас заинтересовал сюжет, то пойдите, посмотрите фильм, а потом сюда вернитесь, если захотите. Потому что дальше будет мое субъективное мнение, которое может нарушить чистоту вашего восприятия этого удивительного фильма. Правда, не пожалеете, если посмотрите, обещаю. А Джон Мэй спустя какое-то время находит родственников умершего, точнее родственницу, и у него с ней завязывается какое-то близкое, теплое чувство. А потом он как будто в нее влюбляется. Их симпатия взаимна. И все идет хорошо. Но потом скажу, что в этом фильме мы можем наблюдать жизнь, наполненную любовью. Жизнь простого человека, который стал святым, ни больше, ни меньше. Он поистине свят. Каждое его действие наполнено любовью к живым и мертвым. Он совершенно не думает о себе. Он великий человеколюбец. Прочту одну мысль Андре Муруа. Важное свойство бескорыстной любви в том, что она приносит больше счастья, нежели любовь или привязанность для себя. От чего так получается? От того, что человек так создан. Забывая о себе, он скорее обретает счастье. До сих пор, пока думаешь только о себе, живешь во власти сомнений и удовлетворенности, постоянно размышляешь, достиг ли я в жизни всего, чего мог. Какая оплошность привела меня к тому положению, в каком я нахожусь. Что обо мне подумают другие? Любят ли меня? Как только другой или другая сделается средоточием твоей жизни, все становится на свои места. В чем наш долг? Составить счастье того, кого любишь. С этой минуты жизнь наполняется смыслом, и этот смысл отныне становится ее сердцевиной. Одинок ли он, наш главный герой? Ни в коем случае. Маленький ли он человек? Да нет же, он большой человек, огромный просто, если угодно, он сверхчеловек. Он помогает самым беспомощным существам во Вселенной, мертвецам. Он любит тех, кого трудно любить. Он любит умерших. Но, конечно, не меньше он любит и живущих. Он любит и себя. Он любит природу. Он любит все. Он, быть может, это слишком дерзко. Он тот, кем должен каждый из нас стать. Он человек в полном смысле слова. Он тот, кто исполнился в качестве человека. Кто-то скажет, что у него, у главного героя, ущербные мечты и цели. Но это не так. Во-первых, у кого из нас не ущербные мечты? Кто-то мечтает летать на Мальдивы, кто-то мечтает построить красивый дом, кто-то мечтает скупить все книги мира. Интересно, кто бы это мог быть. С целями тоже. У кого из нас высокие цели? Для нас высокой целью по большей части является заработок как можно большего количества денег. Любая наша цель почти всегда цель для себя любимого. И это нормально, естественно, но что может быть глупее и печальнее? Цель Джона Мэя – другие люди. Мечта Джона Мэя – счастье других. Вероятно, у него есть свои слабости и недостатки. Но знаете, он просто очень хороший человек. Внешность героя, визуал, все сцены, саундтреки – все делает этот фильм. Это невозможно описать словами. Но на то это и фильм, чтобы не говорить, а смотреть. Это история жизни счастливого, поистине счастливого человека. Он счастлив в тех обстоятельствах, в которых он пребывает. Он счастлив на своем месте. Часто мы думаем, что если человек не жаждет заработать миллиарды, построить свой бизнес, быть известным и уважаемым, популярным, значит, он никакой. Но мы забываем, что не всем это надо. Не все этого хотят кто-то счастлив по-другому. Джон Мэй честно исполнял свою миссию. Он искренне делал все. Он искренне жил жизнь. Да, пожалуй, это очень важная его характеристика. Он честен. Честен с самим собой и с окружающими. Всегда. Но он умер. Он умер до первого свидания с этой найденной родственницей умершего Белестока. Он умер. Это несправедливость? Наверное, с нашей человеческой точки зрения, несправедливость. Но я верю, что он исполнил свою миссию и присоединился к тем, кого так любил. Он был лучом света в этом темном людском царстве. Возможно, человечество стоит на ногах, очень неуверенно оно все же стоит, покачиваясь, но он стоит. Благодаря таким людям они держат этот мир. Буквально каждая сцена этого фильма приводила меня в экстаз. А вообще, по большей части, я рыдала. Серьезно, этот фильм глубочайшее эстетическое наслаждение. И мне хочется, чтобы все на свете посмотрели этот фильм и стали чуть лучше, чуть добрее. После этого фильма трудно жить самим собой, наедине со своей чернотой. Но ничего, всегда есть выход. Каждый раз, когда я вспоминаю какую-нибудь сцену из этого фильма, у меня начинают бежать мурашки по всему телу. Потому что это невероятно. Как можно было так красиво его сделать? Как можно было так красиво его снять? И ведь все знают, что такие люди существуют, как главный герой этого фильма. И от этого становится радостно на душе. Ну вот такой вот короткий получился относительно всех моих прошлых видеоролик. Большое вам спасибо за внимание. Я надеюсь, все мы станем немного проще, добрее и лучше. До свидания.